Иное измерение русской культуры Аркадий Тимофеевич Аверченко Искусство и публика Вместо предисловия Из сборника «Рассказы циников» Читает Евгений Бразов-Брышковский Вы, писатели, актеры и живописцы, Вы все, да и я тоже, Пишите, играете и рисуете Для того многоголового таинственного зверя, Который именуется публикой. Что же это за таинственный такой зверь? Приходило ли кому-нибудь в голову Математически вычислить Средний культурный и эстетический уровень Этого зверя? Ведь те, с которыми мы в жизни встречаемся, В чем обществе вращаемся, Кто устно и по знакомству разбирает Наше произведение, Эти люди в сущности не публика. Они, благодаря именоблизости к нам, Уже искушены, Уже немного отравлены Сладким пониманием Тонкого яда, Именуемого искусством. А кто же те остальные? Та Марья Кондратьевна, Которая аплодирует вам, Шаляпин. Тот Игнатий Захарыч, Который рассматривает ваши Борис Григорьев репродукции В журнале «Жар птица» Тот Семен Семенович, Который читает мои рассказы. Таинственные, близкие незнакомцы, Кто вы? Недавно я, сидя на одном симфоническом концерте, Услышал сзади себя диалог двух соседей по креслу. О, диалог всего в шесть слов. Скажите, это Грик? Простите, я приезжий. Этот шестисловный диалог дал мне повод вспомнить другой диалог, Слышанный мной лет двенадцать тому назад. Не откроет ли он немного ту завесу, За которой таинственно прячется Многоголовый зверь? Двенадцать лет тому назад Я сидел в зале дворянского собрания На красном бархатном диване И слушал концерт симфонического оркестра, Которым дирижировал восьмилетний Вилли Ферреру. Примечание автора Этот крохотный, гениальный мальчик Разъезжал по России с огромным успехом В годы 1911-1913 Выступая как дирижер огромного симфонического оркестра Впечатление от его концертов было потрясающее Несколько лет тому назад Вилли Ферреру умер Примечание составителя Примечание Аверченко Основано на неверной газетной информации Итальянский дирижер Вилли Ферреру Умер много лет спустя Его годы жизни 1906-1954 В 1936-1952 годах Он гастролировал в СССР Я не стенограф, но память у меня хорошая Поэтому постараюсь стенографически передать тот разговор, Который велся сзади меня зрителями, Тоже сидевшими на красных бархатных диванах Слушайте, спросил один господин своего знакомого, Прослушав гениально проведенный Гениальным дирижером танец Анитры Чем вы это объясняете? Что? Да вот то, что он так замечательно дирижирует Простой карлик То есть что вы этим хотите сказать? Я говорю, Этот Ферреру, Карлик, Ему может быть лет сорок Его лет тридцать Учили-учили, А теперь выпустили Да не может этого быть, Что вы? Поглядите на его лицо У карликов лица сморщенные, Старообразные, А у Вилли типичное личико восьмилетнего шалуна С нежным овалом и пухлыми детскими губками Тогда значит гипнотизм Какой гипнотизм? Ну, знаете, который усыпляет Загипнотизировали мальчишку и выпустили Махай мой палочкой Позвольте, Все ученые заявили, Что под гипнозом Человек может делать только то, Что он умеет делать и в нормальной жизни Ну так, например, Девушку можно под гипнозом Заставить поцеловать Находящегося вблизи мужчину Но никак нельзя заставить Говорить ее по-английски, Если она не знала раньше английского языка Серьезно? Ну, конечно Тогда все это очень странно А вот в том-то и дело Я поэтому и спрашиваю Чем вы объясняете это? Может, его мучили? Как это? Да вот знаете, как маленьких акробатов Рассказывают, что их выламывают И даже варят в молоке, Чтобы у них кости сделались мягче Ну что вы! Где же это видано, Чтобы дирижера в молоке варили? Я не говорю в буквальном смысле в молоке Может, просто Истязали Схватят его за волосы И ну теребить Дирижируй, паршивец! Плачет мальчик, А дирижирует Голодом морит тоже иногда Ну что вы! Причем тут истязание? Вон даже клоуны, которые выводят дрессированных петухов и крыс И те действуют лаской Ну что там ваша ласка? Если добиваются лаской, так пустяков Петух, потянув клювом веревку, стреляет из пистолета, А крыса расхаживает в костюме начальника станции Вот вам и вся ласка А здесь маленький мальчуган дирижирует симфоническим оркестром Этого лаской не добьешься Значит, по-вашему, его родители истязали? Странная гипотеза Он обиженно пожал плечами Значит, по-вашему, выходит так Берем мы обыкновенного, миловидного мальчика Начинаем истязать, колотить его, почем попало И мальчишка через год-два уже дирижирует симфоническим оркестром так, что все приходят в восторг? Просто же вы смотрите на вещи Виноват Виноват Вы вот все меня спрашиваете Объясни, да объясни А как вы сами объясняете Что, Вилли Ферреру? Да-с Тут, если может быть объяснение, то гораздо сложнее Последнее завоевание оптической техники Вы думаете, посредством зеркал? То есть Ну, знаете, зеркало под известным углом Фокусники достигают того, что Нет-с, это пустяки А видел я летом в аквариуме Механического живописца Маленький человек Который собственноручно портреты с публики писал Представьте себе Я узнал, как это делается Он соединен электрическим проводом С настоящим живописцем Который сидит за кулисами И рисует на другой бумаге И что же вы думаете? Устроено так Что маленький живописец Гениально точно повторяет Все его движения И рисует очень похоже Позвольте Механического человека Можно двигать электричеством Но ведь Ферреру Живой мальчик Его даже профессора Осматривали Пожалуй Но в таком случае Я прямо отказываюсь понимать В чем же тут дело? Я не мог больше слушать этого разговора Эй, вы, господа Все, что вы говорили Может быть очень мило Но почему вам не предположить Что-либо более простое Чем электрические провода И система зеркал Именно Именно что мальчик Просто гениален Ну, извините Возразил старик Автор теории об истязании Вот именно что Это было бы Слишком простое объяснение Подумайте только На красном диване Позади меня сидели люди Для которых Мы пишем стихи Рассказы Рисуем картины Шаляпин для них поет А Павлова для них Танцует Не лучше ли всем нам Танцующим Поющим И пишущим С Шаляпином И Павловой Во главе Заняться Оптовой торговлей Бычачьими шкурами Я знаю немного Бухгалтерию Возьму на себя Видение конторских книг А Вилли Ферреро Будет у нас С мальчишкой На посылках Относить счета Заказчикам А 1925 год